Плюс-минус метр два, а там и все 4-5. Стройка, забор, вдоль газона или тротуара, едва хватает места для пешеходов. Застройщики захватывают землю вокруг стройплощадки. Иногда забор ставят прямо посреди проезжей части. Городские власти намерены бизнесменов поставить в рамки. На оперативном совещании в администрации говорили об итогах проверки. Специалисты осмотрели шесть площадок. Картина везде одинаковая. Пешеходная дорожка, которая сделана с козырьком, это на всех практически стройках выходит за границу существующих участков, предоставленных для целей, связанных со строительством. В городе строится порядка 200 объектов, и лишь единицы могут похвастаться тем, что не прихватили лишние метры под размещение техники. Теперь таких застройщиков будут наказывать рублем. Можно понуждать застройщиков без оформления земельного участка, увеличение земельного участка платить за использование этого земельного участка. То есть нам еще один механизм дали. То есть перенес забор, плати за это. Платить придется в тех случаях, когда захват двух-трех метров не мешает пешеходам, но чаще бывает наоборот, особенно в историческом центре. А потому метр за метром город намерен поставить строителей на свое место. Вот я бы хотел, чтобы мы общую с районом позицию заняли на вылазить на места общего пользования, либо на тротуар, либо на газон. Все должно зайти в рамках договора аренды земли, земельного участка, либо в собственности, и не вылазить на землю общего пользования. Прежде всего строителям предложат добровольно сдвинуть свои заборы в границы дозволенного. Большинство из них законопослушны, без проблем вернутся на свою территорию. К тем же, кто не согласится с законными требованиями, применит административные меры. Олег Зверев, Алексей Золотенков, События.